МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости в студии Олег Степанюк. Здравствуйте. И в этом выпуске. Автобус с белорусскими туристами попал в аварию в Польше. Около двух десятков человек обратились к врачам. Их жизнь вне опасности. День поминания предков. Традиции Пасхи для усопших сегодня чтут белорусы. К удар молнии в прямом эфире. От разряда у китайского журналиста из рук лишь выпал зонтик. Мы продолжаем следить за судьбой белорусов, которые пострадали в дорожной аварии в Польше. На рассвете туристический автобус съехал в Кювет и опрокинулся. В нем находились 43 человека. Почти половине из них потребовалась помощь врачей. Известно, что преимущественно это жители Гродно. Дорога домой из Праги для них пока не закончилась. За судьбой соотечественников следит мой коллега Евгений Горин. Автобус с 43-мя белорусами улетел в Кювет и перевернулся сегодня ночью. Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Завада в воеводстве Лодзь. На место происшествия приехало несколько пожарных бригад и 8 экипажей скорой помощи. Спасательная операция продолжалась несколько часов. Понадобилось какое-то время поставить автобус таким образом, чтобы открыть доступ к людям, оказавшимся в ловушке. По нашему приезду состояние двух человек было определено как особо тяжкое. Им потребовалась экстренная госпитализация. Причем с особой аккуратностью. Большинство пассажиров в момент аварии спали. Как сообщается в сюжете польского телеканала, по свидетельствам группы людей, незадолго до аварии было слышно что-то похожее на взрыв. Эта информация будет проверяться польскими экспертами. По информации польских СМИ, водитель сообщил полиции, что не заснул и помнит момент аварии. По его словам, в какой-то момент автобус перестал слушаться управления. По данным польской полиции, водитель автобуса был трез. Посольство Беларуси и МИД следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с медиками и правоохранительными органами Польши. 49-летний водитель автобуса в тяжелом состоянии. Его транспортировали в больницу на вертолете. Он получил серьезные травмы. Еще 18 человек также срочно госпитализировали. Пятеро из них в состоянии средней тяжести, а состояние еще одного человека очень серьезное. По словам некоторых пострадавших, они до сих пор чувствуют слабость. Планируется, что поздно вечером во вторник все пострадавшие белорусы будут доставлены домой. Туркомпания, которой принадлежит автобус, отправила в Польшу транспорт. Выписаны из больниц уже в салоне. Остается забрать гродницев, которые были доставлены в больницы Варшавы. Врачи их осматривали. Мы постоянно находимся там где-то или с кем возможно на связи. Поэтому сегодня сказать точно, что там останется один, два или там три человека, сказать не можем. Потому что еще окончательный вердикт со стороны медицинских работников не вынесен. Это будет известно по мере того, как уже автобус отправится оттуда. Оформим всем необходимые процедуры. Да, мы будем точно уже расплатить информацию, кого оставили. По уточненным данным, всего пострадали 17 человек. Всем оказана медицинская помощь. Их состояние оценивается как удовлетворительное. В том числе и женщины, доставленные к медикам на вертолете. У нее перелом ключицы. В турфирме рассказали, что по возвращению в Беларусь люди получат денежную компенсацию. Евгений Горин, телекомпания СТВ. День поминания предков. На Радоницу в Беларуси принято после службы в храме посещать могилы близких и родных. Многие, как и наши предки, приносят на кладбище куличи и другие обрядовые блюда. Однако священники напоминают. Главное назначение Пасхи для усопших – память о них. О белорусах, которые дороги каждому сердцу, сегодня говорили на восточном кладбище в Минске. В Сале я тоже знала, у меня сын с ним играл вместе, поэтому я считаю, что это хорошо, что известных людей хоронят в таком доступном месте. Когда мы посещаем могилы своих родственников, своих предков, мы можем и здесь пройти, и постоять, и вспомнить об этих людях. Всегда в этот день стараются люди прийти, чтобы почувствовать память и побывать в его близких. Душа народа, можно говорить белорусского. Но он нам, как я еще раз скажу, согревал душу. Истоки Радоницы лежат в язычестве. Традиции со временем адаптировала церковь. В этот день более миллиона белорусов посещают кладбище по всей стране, в том числе размещенные в зоне отчуждения. Попасть на загрязненные территории сегодня можно без специальных пропусков, но с обязательной регистрацией на контрольно-пропускных пунктах. В день чернобыльской трагедии президент Беларуси примет участие в мероприятиях, посвященных годовщине аварий на АЭС. 26 апреля Александр Лукашенко вместе со своим украинским коллегой посетят атомную станцию и расположенные рядом с ней объекты. Внимание будет уделено работам по поддержанию на должном уровне радиационной безопасности. Это затрагивает интересы жителей обеих стран. Президент ознакомится со строительством нового саркофага. Также они почтут память ликвидаторов и пострадавших в результате аварии. В этот же день Александр Лукашенко и Петр Порошенко проведут переговоры на территории Беларуси. Главными станут вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере и политического взаимодействия. Не останутся без внимания и дальнейшие усилия по мирному урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. В окрестностях Барселоны провели масштабную антитеррористическую операцию. В стране четвертый из пяти уровней опасности. Проведены десятки обысков. Восемь человек задержаны. Некоторых из них подозревают в причастности к ряду запрещенных группировок. Не исключено, что именно они совершили серию терактов в Брюсселе в марте прошлого года. Напомню, первая атака произошла в международном аэропорту. Вторая в вагоне метро. В результате 32 человека погибли. Еще более 300 получили ранения. В Японии произошел взрыв на металлообрабатывающем заводе. Около 20 человек получили ожоги и ранения. Все они госпитализированы. На месте происшествия работают спасатели и полиция. Начата эвакуация жителей близлежащих домов. Причина инцидента пока не установлена. По словам очевидцев, перед взрывом раздалось несколько хлопков. И последнее. Китайского телеведущего молния ударила во время прямого эфира. Разряд попал прямо в зонд. Это случилось, когда журналист рассказывал о погоде, находясь под дождем. Разряд оказался не слишком сильным. Мужчина не пострадал и отделался лишь испугом. Это все новости к этому часу. Репортажи и эфирные видео в любое время доступны на YouTube-канале СТВ. О развитии событий расскажем в 19.30. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok